Сделано в Беларуси знак качества, который знает каждый из нас. Надпись претендует стать привычной глазу многих россиян. За последние 4 месяца экспорт белорусской промышленной продукции соседки увеличился на 30%. Пока Запад старательно закручивает двум странам санкционные гайки, Союзное государство поднимает все торговые шлагбаумы на границе белорусско-российского соприкосновения. Конечно, без облачного неба над экономическим тандемом никто не обещает. Геополитика заставляет по-новому взглянуть на списки партнеров. Открытым все еще остается вопрос импорта независимости. И это тема президентской командировки в Бобруйск. Россия, Китай, Индия, слушай, что нам еще надо? Поэтому я хочу, чтобы директора не забывали, что в этом направлении нам надо очень серьезно поработать. Но без вас ничего не будет. Если руководители, как ты говоришь, компания, команда не будет шевелиться, есть руководитель, будет работа и команда будет, разумных людей достаточно. Но все от вас зависит. Мы будем поддавливать вас неимоверно. Импортное замещение для нас шанс. С одной стороны шанс, а с другой стороны тяжелая работа. Хотите, не хотите, этим придется заниматься. Топ-менеджеры белорусских промышленных флагманов, локомотив наших экономических интересов. Не мудрено, что именно к ним президент обращается, анализируя новую экспортную стратегию. БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Агромаш, Гумсельмаш и десятки других отечественных компаний сейчас могут не просто выгодно продать, но и нарастить компетенции. Заменять чужое на свое многие белорусские производители начали не вчера, а задолго до. Бобруйск-Агромаш, например, за пять лет свел процент иностранного в своей технике к единице. БелАЗ вот-вот готов представить стопроцентный белорусско-российский образец. МТЗ обеспечивает 12 отечественных холдингов востребованными деталями. Мы работаем в этом направлении как постановщик задач для нашего промышленного комплекса. Но в том числе и мы и сами занимаемся импортозамещением. Вот, например, из свежих примеров, это Аршанский инструментальный завод. Инвестпроект пока не закончился, но мы уже освоили ряд инструментов и приспособлений для импортных станков. Также активно включился в эту программу наш завод «Шестерен». Вот все новые направления, которые сегодня у нас делает «Амкадор», мы делаем для него комплектацию. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, он сегодня практически полностью закрывает потребность нашей промышленности, сельхозмашиностроения в колесных дисках. Импортозамещение на раз-два-три – это не шутка, а тактика, и она должна сработать, уверены экономисты. Сперва заместить то, что имеет внутренние аналоги, или потенциал их быстро произвести. Во-вторых, без промедления начать разработку более сложных и времязатратных проектов, обращаясь к научным наработкам и незадействованному потенциалу. В-третьих, дать старт крупным инвестпроектам. Они хоть и не принесут отдачи сразу, зато в долгую сыграют эффективно. Таких инвестпроектов у белорусского и российского Минпромов к этому моменту восемь. Задействованы и белорусские промгиганты, и компании поскромнее. К слову, задачу подтягивать отстающих и незагруженных к процессу импортозамещения Александр Лукашенко поставил на встречу в Бобруйске всем топом. Такие предприятия, их же много, их надо загрузить, чтобы они делали вам комплектующие. Надо на это смотреть, не упустите этот момент. А тебе надо это взять на контроль. Таким образом, мы предприятия, которые не работающие, мы под них подвесим. Ну как Белазу подвешивали, МАЗу, МТЗ, Гомсельмашу. Это ж холдинги образовывали. У нас же хороших предприятий достаточно. Поэтому посмотрите по стране, что мы можем зацепить. Стряска белорусской промышленности при умелом подходе на местах сулит и социальные бонусы. Логика проста. Расширяя производство, обеспечить работникам комфортные условия. А специалисты непременно понадобятся. Соотношение вакансии и профессии есть перекос. Но и его при обоюдном желании нанимателей-кандидата можно выровнять. По острым профессиям, специальностям, такие как сварщики, обрабатывающие, до сих пор чувствуется нехватка рабочих рук. Поэтому вот эта ситуация, она и вынуждает нас в том числе переориентировать те кадры, которые высвобождаются на отдельных участках, путем переподготовки, переориентации на иные востребованные специальности. Вот приведу лишь две цифры. Даже сейчас у нас количество реально востребованных вакансий по Могилевской области 11 тысяч. Это в 10 раз больше, чем количество безработных. Конечно, отказаться от привозного одномоментно получается не везде. Впрочем, и стратегия состоит не в том, чтобы вопреки здравому смыслу и окупаемости ставить на поток единичные компоненты. Цель – выжить из собственной промышленности и науки максимум и прочно закрепиться на перестраивающемся рынке. Самый главный вопрос для нас сейчас – импортозамещение. Китай, Россия, Индия, Вьетнам, Индонезия, азиатские страны – мы спокойно можем работать. Но это по отдельным только предприятиям, в том числе и Белшини. Это непростая обстановка, из нее мы должны, ну как в народе говорят, красиво выкрутиться. Все остальное в Беларуси не проблема. Сельское хозяйство, другие направления, там мы работали и будем работать, и спрос громаднейший. Поэтому для нас сейчас надо выстоять. Мы для них конкуренты, мы путаемся у них под ногами. Поэтому одна из причин давления на нас – права человека и прочее – это все выдумка, это лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Нет, там права человека, у вас там диктатура и прочее. Теперь вы видите, какие права человека у них и какая у них диктатура. Уже сегодня пошел разговор в Америке, Джо Байден проигрывает следующие выборы, а хочет пойти. Трамп ввязался. Уже идет речь о том, чтобы Трампа вообще убрать с арены. Запретить ему участвовать. Если бы у нас ничего не было в стране, нас бы никто и не давил. Кому мы нужны? Но мы высокотехнологичная, образованная нация. И мы способны конкурировать. И мы будем конкурировать. И для того, чтобы наша экономика выдержала, у нас есть все. Вы, люди есть, специалисты есть, руководители есть, власть есть. Да, есть проблемы с поставкой калийных удобрений. Но умери голод. Сегодня уже начинают потихоньку название. Вот давайте как-то. Я говорю, пожалуйста, приезжайте, берите. Может быть, мы меньше придадим этих калийных удобрений в этом по объему. Но цены взлетели, если было 200 долларов, цена тонны калийных удобрений, сейчас около 1000 долларов. То есть мы обеспечим зарплатой, свой коллектив и налоги они будут платить нормально. То есть в деньгах мы ничего не проиграем. Мы не одни в этом мире. Этот диктат со стороны американцев и западников, он уже всем в горле. Сейчас все карты отданы в руки белорусским производителям. Как те сыграют на рынке и с каким экономическим результатом окажутся через время – главный вопрос. Судя по образцам, представленным на оценку президенту, козыри в рукавах отечественных компаний имеются. Ксения Худалей, Александр Бутрим. Для недели на СТВ.